Когда ты играешь на бильярде, важно всё равно не забывать, что ты женщина. Для этого нужно надеть что-нибудь такое невзрачное, но короткое. Это обычно очень сочетается с зелёным. Левее. Говорить под руку в бильярде – это самое гадское свинство. Стоп, ещё раз. Здравствуйте, в эфире «Стиль со мной». Когда женщина играет на бильярде, это ужасно эротично и дико стильно. Это ещё даже Вольтер писал Екатерине. Кажется. Но это не важно. Во всяком случае, бильярд гораздо эротичнее, чем домино. Вот эта палка называется Киев. Поэтому город назвали Киев. Я считаю, что Киев – это самый-самый эротичный город весной. Там правила, в принципе, простые. Нужно попасть мячиком, попасть мячиком вот по мячику. И чтобы кто-то из них закатился в дырку. Это тоже дико эротично получается. А который забьёт восемь голов. Да, в вашу очередь бить. Самое трудное в бильярде – это найти нормального партнёра, который бы не лез своими советами. Сейчас покажу вам самый простейший приём. Главное здесь – хорошенечко прицелиться. Не желаете изгонять партии, кот? А попасть – это уже дело техники. Кстати, украсить интерьер можно какой-нибудь, например, картиной. Сейчас картины дико драки, дико. Поэтому вы можете сами нарисовать такую картину. Да, и вообще я не уверена, что у кого-нибудь может получиться картина хуже, чем у Церетель, например. Я прилеплю эту картину куда-нибудь покрасивше. Вот такая картина получилась у нас. И вы потом придёте сюда и её себе перерисуете и повесите там, где у вас место, над телевизором. Вот, потому что я вообще телевизор не смотрю. Я смотрю только картины. У меня по всей кухне развешаны картины. Я от них балдею. Я назвала эту картину «Любовь торжествует над идиотизмом». Вот, это любовь, и она торжествует. Я вообще о любви могу говорить бесконечно. Любовь, 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 любовь. Это самое единственное, что примеряет меня с этим бессмысленным существованием мужчин на этой планете. Любовь, 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 любовь. Чем чаще ты будешь это повторять, тем больше вероятность, что у тебя сегодня вечером... Ой, у меня же передача про бильярд. Я совсем забыла. Стоп, заново. Вот этот вот удар, он называется «свояк». Смотрите внимательно. Потому что надо было, наверное, бить правого винта с нарезом. Но это легко. Давайте я покажу вам лучше сразу. Самое трудное, чтобы вы потом были готовы. Когда на столе остается только два мячика, то это самое сложное, потому что забить практически нереально. Ну, я попробую, да? Нифига себе. Хотя я же говорила, что это легко. В принципе, когда люди начинают петь караоке, то они почему-то начинают орать так, как будто они рожают тройню. На самом деле нужно просто попадать в мелодию. Вот так, смотрите. Мне говорят, что караоке – это тема нашей следующей программы. Тогда, как правильно петь, я научу вас в другой раз. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok